привет я уже в больнице мне вот в этот кабинет сижу жду не позавтракал не было времени что-то рано встала но не успела так вот здесь много здесь даже 4 мами сюда врач ушел куда-то сейчас придет сказал что-то там спросить так вот у терапевта смотрите какой у нас прекрасный день я уже приехал на работу я успела еще заехать даже домой позавтракать вот и все все дела сделала хочу вам море показать шумит на улице тепло хорошо хотя и показывает что ночью 12 ну я конечно верю что ночью 12 прохладно но днем я взяла вот жилетку джинсовым чарли там не кружит но она мне совершенно не нужна на машине осталось потому что тепло смотрю вот на дома знаете у нас здесь все продают продают скоро вообще здесь жители не останется такие виды классные продают обычно им нравится здесь жить я сейчас тут проезжала много 100 этих было школьников может на экскурсию туда пришли вот а еще я проезжаю когда паркуюсь парень подходит и говорит как отсюда выехать могут здесь кружимся кружимся и не знаем как отсюда поехать ой тут всего один выезд не знаю может я так привыкла что здесь все понятно и ясно а для других это лабиринты не пойму тема объяснила такие смешные говорят парень говорит кружимся кружимся здесь очень много было сейчас школьников где мы уже свалили на цветочки не мешало бы полить смотрите у нас каким мандарины уже поспевают но не дикий их нельзя есть конечно есть то можно но не такие горькие что-то просто пипец хотя туристы иногда пробуют не долго музыка играла надвигается шторм и ветер я сейчас поеду заеду к подруге там кое-что у нее нужно забрать а потом не знаю хотела завтра магазин поехать мясо нет представляете весь этот как его называть на морозильник перерыла вчера не мясо нет хотела сделать мясо в этом там томаты же жареные достала а нету поеду за мясом а завтра я вспомнила что я открываюсь на час раньше то есть если я буду по магазинам шастать победенное время а потом еще и кушать готовить то у меня совершенно не будет времени на в общем на отдых скажем так поэтому сейчас съезжу и все успеем смотрите у нас наконец-то начали валькам по продавать вот такие пакеты маленькие 29 центов а большие 39 кстати я давно хотела такие очень удобно потому что я сейчас пытаюсь пластиковым пакетами не пользоваться вообще шикарно я зачем вообще приехала на по за мясом мясо помните погоду утреннюю хорошую блин вам не видно но у нас дождь очень холодно стал наступила прям ветер такой ледяной и дождь слышите вот тебе пожалуйста осенне изменчивая погода обалдеть нифига себе а утром так все хорошо начиналось вообще я еду домой съездила в общем за мясом набрала там сегодня чё надо и чё не надо в общем сейчас приеду и вам и все покажу хотя над морем не облачко видите так вот там у нас море вдалеке 3 километрах от нас и там не облачко приехала домой в общем сейчас вам покажу что купила так как у меня сегодня будет суп этот как его гороховой купила сухарики такие обычные это не жареные а в духовке сделаны и вот эти взяла с помидорами и орегано на оливком масле не знаю попробую также я сделала супер пупер паштет очень вкусный я просто офигеваю ну-ка но как он вкусно получился и как быстро но я его делала в роботе поэтому делать не делала но такой вкусный смотрите мы уже на завтрак его уплетаем вот и вот такие сухарики взяла для него специально это специально для написано для сыра и фоя ну фоя это то же самое что и паштет да здесь с этими но вы поняли да с черникой должен быть вкусно сейчас попробуем вкусняшку но это влажные салфетки в туалет иногда знаете вечерком хочется какого-то бульончика я помню брала очень вкусные вот такие бульоны ну там конечно одна вода с запахом шампиньонов но все таки в общем иногда хочется когда прохладно ну естественно мясо за которым я ездила взяла вот такую вот вырезку мне очень нравится это мясо поэтому я посмотрела там нарезанное было так почти такой же цене как и это это стоит 6 95 килограмм так а цены я вам не говорю вам надо цены сейчас мясо я вам уже сказала а сухарики сейчас найдем сухарики 85 одни другие 65 так и пойдем уже пас значит купила все таки я вот таких два пакетика ну как их можно назвать пакетики разные потому что вы знаете что я не пользуюсь почти не беру супермаркетах обычный пакет и фрукты у меня все время в корзинке валяются туда-сюда а это в общем очень удобно сюда вот клеится легко отклеивается вот эти штуки прикольно стоит 29 копеек я уже говорила стирать можно в общем взяла хурму они да по-испански они каки представляете я так смеялась когда первый раз узнала каки пипец вот так килограмм у нас сколько стоил каки на 90 а килограмм у нас стоил евро 29 вот соломию я вам уже сказала так вот эти стоят рубль 38 влажной салфетки взяла вот такие спортивные носки одни по 2 евро они вы знаете я во вторник пошла в нас на чем не было сумба в капроновых носках блин у меня подошва вела отдельную от меня жизнь то есть они там плясали так как им надо было а не мне ну то есть кроссовках и капроновые носки это не катит я думала не дождалась ждала не дождалась когда закончится занятие потому что я налево ноги направо все выворачивалась мама не горюли взяла себе вот такие они спортивные специально с прорезиненной чтобы ничего меня не плясало и отдельной жизни не велась еще взяла вот такие тоже у меня они показались очень симпатичными ну естественный цвет цвет же розовый что они так вот опять по обычные носки вот такие вот тоже по 2 евро они что-то на евро дешевле вообще представляете еще так суп у нас вот этот вот шампиньон стоит евро 25 здесь три пакетика так сок взяла вот такой здесь значит у нас виноград гранат и черный черная смородина здесь состав очень хороший здесь нет никакого сахара ни воды вот видите только виноградный сок 60 процентов гранатовый 25 и 10 процентов черная смородина он у нас стоит евро 95 и стоит он в холодильнике но то есть это вам не хухры мохры вы поняли да так мандаринов я взяла а я их уже положил два килограмма клементина не мандарина клемантина мне больше клементина нравится они баслаще для меня там было два килограмма в сетке 20 39 стоит у меня сейчас девочки пмс ну кто знает поймет меня жрать хочется и сладко я очень не любитель шоколада ну как не любитель если выбрать из шоколада и другого что-то там допустим какого-нибудь крема из сгущенки выберу крем из сгущенки шоколад у меня самый но мне хочется шоколада я купила себе вот такие брауни 6 штучек они полностью шоколадные я искала вот все мелко рекламируют тоже эти брауни у мелкие есть да вот шоколадка мелко не могла найти ну дела вот эти они у нас стоят евро 99 вот этот пакетик а и еще у нас значит вот это себе-то вкусняшку взяла а это мужу взяла вкусняшку она за рубль 39 две штуки слойка с тыквенным вареньем ну и все по моему если я не ошибаюсь а черемой было по евро девочки черемой было евро 99 центов как не взять как не взять взяла взяла евро 29 стоит вот у меня кило триста одно уже мягко прям лежит она твердое такое но было мягко что-то ничего себе будет по моему съем съедим с точнее вот так сейчас буду суп разогревать боже какой он вкусный сейчас покажу если честно я уже показывал супчик свой мы уже поели в общем вот насыпали туда вот таких вот этих такой суп у меня у тарелочка осталось еще на субботу я съела пол черемой и там мужу половинка была спела специально взяла вот в эти чашки бамбуковых это сейчас отправляется в холодильник вы знаете столько в холодильнике чуть-чуть того чуть-чуть этого и 150 тарелок там лежала разгромляла чуть-чуть кашки чуть-чуть флана и все это стоит тухнет потому что все задвигается назад 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 и оттуда нас сзади никто не достает все вот так вот в чем вот глядит то и достает а что там сзади еда вкусная стоит нет такого очень сильно похолодало прям я бы сказала что прям даже холодно вот не знаю даже что надеть в это сейчас надо через час чарли гулять идти пасмурно как-то непонятно не знаю что надеть ну все вроде бы чуть-чуть убрала посуду потом надо еще помыть но это я после может кто-то тут помоет пока меня не будет будем надеяться но навряд ли потому что два дня подряд из-за тебя будут посуду мыть а я же чайник включила да кстати вот это брауни которую купила ну вот эти не не вкусные какие-то одну съела без желания точнее наоборот желанием но не очень вкусные я уже выбила попила чай зеленый чуть-чуть остается какой-то чай зато храню вот так вот пипец вот нашла айвовый гринфильд мне его уже больше нету заканчивается вообще мне чуть-чуть чая мало смотреть этот вот который в лидере брала кстати вкусный он чай этот с фруктами вот этот липтон тоже о кстати они почти одинаково смотреть но в лидере вкуснее вот эта марка вкуснее чем липтон липтон какой-то как приторный что ли вот этот черный у меня без ты новый этот эрл грей без тоже без ты новый и ройбуш а вот такой еще черный есть это краснодарский друзья не привозила сестра 3 с мином твин чебрец в черпи лицо мне еще немножечко совсем осталось вот все надо чаями запастись время пришло пить чай кстати по про прививку в ппп сначала я пошла к терапевту он мне выписал бумажку и потом на какой день вот тебе могут ее сделать но так как у меня не было времени там потому что внизу еще нужно было брать но это назначение я это поручила мужа у него есть больше времени утром поэтому он не сегодня взял на понедельник но я специально попросила чтобы он в понедельник так как я выходная так что прививку пойду делать в понедельник вот я делала раньше пару раз у меня никакое вообще как будто ничего не происходило знаете чтоб с прививкой что без прививки у кого как но я вот раза три делала у меня не было никакой реакции не не температуры типа говорят что типа прививка это потом гриппу из несколько дней дней не не было никакой реакции ну вообще ничего поэтому может быть знаете у кого они иммунитет слабый у того происходит эта реакция а так как я пью витамины вот я вам много раз показала кстати нужно мне уже три месяца прошло нужно купить уже и выпить опять то я думаю что иммунитет все таки у меня нормальный и никакая зараза меня не берет зараза зараза не пристает вот у нас опять вот так то пасмурно ну не пасмурно то ветер вы можете послышать в общем осень 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 лес остыл и листья сбросил и лиховой ветер гонит дым за мной осень осень ну давай у листьев спросим где он мой вечный мы сейчас идем кстати я сделала наоборот смотрите вот в горах видите так прикольно как шапки прям на тучи насели и сидят вообще я вот потом вот там иду вот так вот так вот так вот так вот так вот так но чарли все время хочет идти в этот парк ну я его решила обмануть и пойти сначала вот через парк и потом вот так вот так вот так там уже выйти в общем обмануть его хочу он не любит те дороги он любит свой любимый парк и тянет меня постоянно тянет грамоте то типа я туда не хочу почему меня никто не слушает я не хочу да я хочу пар до чарли чарли да моя рыба сладкая ти моя любовь что ли никого нету на такую погоду кто тут будет ходить только одни собачники там поливают я кстати без часов без телефона часы сели телефон тоже сел и все села все лежит дома заряжается на зарядке иду я фигевая уши ледяные нос замерз спина потная пипец спина вот прям сырая а там у меня всего лишь майка моя футболка спортивная и все больше ничего нет легче нос уши прям ваш ломит от мороза от холода блин спина вся сырая как так на голову я сейчас шапку и подумаю одеть надеть дома уже идем сейчас даже не знаю сколько времени может нафиг уже опаздываю не знаю судя по солнцу еще есть время и и и и Там сумбу фигачит, а я уже не могу. Надеюсь, что удалось что-то вам поснимать. Сейчас домой приду, посмотрю, но пыталась. Ой, сейчас приду домой, кожа все стягивает, не могу. Может, масочку какую-нибудь забацаю, зубки почищу. У меня сегодня большой брат по телеку, так что есть чем заняться. Заняться, телек посмотреть. Вот, я сегодня в бассейн сходила, так кафейнула. Ой, прям по все. У нас в тот день тренер другой был. Есть один парень молодой, а другой постарше. И он немножко по-другому. Ну, все, поэтому я иногда не попадала, как говорится, в ритм. Потому что, ну, по-другому он делает немного. Но мне понравилось даже больше, знаете, чем молодой парень, когда нам ведет. У этого как-то более нагрузки, что ли, более сильные. Хотя он уже, знаете, в возрасте ему за 50 далеко, наверное, уже мужику. Вот, а тому, может, 23. Но этот более такой яростный, представляете. Все, бегу домой. И чайку заварю вкусную. Хотела мясо сегодня приготовить, но у меня нет такого особого желания. Точнее, вообще никакого желания не готовить. Поэтому я сделаю это завтра. Мясо, оно готовится быстро. Блин, никогда в чайнике воды нет. Вот, поэтому завтра приготовлю. Мне еще осталось сумку разобрать. Ненавижу ее разбирать, не знаю почему. И собирать. Постоянно что-то забуду. Вот, и буду с вами прощаться до завтра. Если вам понравилось мое видео, ставим лайки. Если не понравилось, тоже лайки. А почему бы и нет? Что, жалко, что ли? Нет, конечно. Не забывайте подписываться. И что еще? Ставить колокольчик, чтобы приходило уведомление, и когда я там выпустила видео. Хотя я всегда выпускаю, стараюсь. А в одно и то же время. Вот. Так что завтра у нас уже чуть пятница. Нифига себе, как время быстро летит. Ну да ладно. Всего самого лучшего. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok